И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, наши ученики. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу, который подготавливает тело человека к дальнейшим мануальным манипуляциям, то есть воздействием таким жестким на кости, на связки. И, естественно, переходным моментом в этом массаже является массаж живота, брюшины, висцеральный массаж. Дело в том, что когда мы ставим позвонок на место, например, ротация, или после сублюксации, после подвига, повернули его, он через некоторое время может вернуться обратно в исходное, неправильное, искаженное положение. Этому может повлиять спазмы внутри брюшины. Дело в том, что, во-первых, нервный столб у нас позвоночный, нервы ведут ко всем внутренним органам, ну и по всем, в общем-то, частям нашего организма. И есть схема, ну, сейчас я вам их, к сожалению, не продемонстрирую, там именно внизу в расписании, в описании. Посмотрите, от какого позвонка идет к какому внутреннему органу нервной корешки. Ну вот, где-то вот примерно от вот этого позвонка, я, кстати, сам на себе чувствую, я даже покажу, вот, идет на желудок нерв, и если у меня с желудком какая-то проблема, у меня была язва, то я чувствую боль именно в том позвонке. То есть это вот прямая зависимость есть такая. И, кроме того, эта зависимость психоэмоциональная. Спазмы у нас психосоматические, если мы что-то перенервничали или какой-то энергетический разряд получили извне, ну, я имею в виду психоэнергетические, а не от розетки, не электрические, то он также сказывается и на наших внутренних органах. А внутренние органы уже могут повлиять на позвоночник, и начинает позвоночник тоже искажаться. Ротация позвонков происходит. Массаж мы начинаем... Ну, давайте сначала, лучше нарисую схему, примерно, что как у нас там идет. Вот, идет прямо... Прямо идет пищевод. Ну, соответственно, внутренние органы, они практически все вот размером с кулак самого человека, его кулак. Вот здесь находится сердце. Оно, на самом деле, находится посередине. Просто у него левый желудочек больше, поэтому, как бы, вот удары мы слышим больше слева. Доходит до сюда. Вот опять размером с кулак. Ну, естественно, у здорового человека, имеется в виду, не у того, кто там пьет пиво или обжора, да. Вот примерно размером с кулак. Вот желудок. Здесь у него идет сброс в двенадцатоперстную кишку. Луковица двенадцатоперстной кишки заворачивается вот сюда. А, ну, кстати, я не знаю, майк вот такой, чтобы было, как бы, видно, да. То есть она немножко увеличена. Немножко, конечно, неправильная, но китайцы рисовали. Ну, примерно схематично понятно, да. Вот под ребрами спрятана печень, она не ниже опускается, она здесь. Тоже размером с нашей ладони. То есть если вот мы одну ладон положим, да, и вторую, вот получается. Ну, если проекция, конечно, просто проекция наверх, да, то получается размер нашей печени, ее левая доля и правая доля. Вот так вот идет. Здесь есть в ней желчные протоки. Идем сюда. Вот тут надо другим информастером нарисовать. Сейчас вот так я нарисую. Желчный пузырь находится, ну, вот он тут показан вот таким вот цветом, вот желудок, да, двенадцатоперсная кишка пошла. Сфинктер Оди, но оно тут прямо все вот рядом. Желчный пузырь, рядом с ним луковица, рядом с ним сфинктер Оди. Под ней поджелудочная железа. Здесь, конечно, она не показана. Ну, она как бы вот тоже размером с ладонь получается, да, и идет под желудком. Вот так как бы его обнимает. Ее условно покажем. Так, ну, конечно, проекции не очень точные. Это схематично, да. С этой стороны находится селезенка. За ребрами до нее так просто не добраться. Вокруг пупка примерно диаметром, вот размером с кулак, если только поставить, получается где-то примерно 10-12 сантиметров. Такого вот диаметра. Тонкий кишечник. Тонкий кишечник. Который переходит, вот тут есть сфинктер, в толстый кишечник, вот восходящая его дуга. Тут аппендикс находится. Здесь, кстати, он тоже нарисован где-то. Вот он. Восходящая дуга, нисходящая дуга, вот тут провисает он вниз, поднимается чуть выше, и вот с этой стороны спускается, там сзади практически, нисходящая его дуга, переходит в сигмовидную кишку. и вот немножко высоко нарисовав. И вот там идет прямая кишка на сброс. Это важно. От этого зависит наша перистальтика. Соответственно, это уже сзади находится там, да, а перед ним, вот за лобковую кушечку пощупаем, тоже примерно размером с кулак находится мочевой пузырь. Ну, туда мы пониже пошел. От пупка, если посчитать примерно визуально, сантиметров 5, находятся почки. Вот это их нижняя граница. Верхняя тоже вот развернутся кулак. Вот если кулак поставить, примерно вот такого размера почка. Правая почка из-за печени, как правило, ниже чуть-чуть находятся. На сантиметрах обычно. На сантиметрах? Да. А тут, кстати, почки по кузам. А тут почек нет. Чуть ниже у него граница. И от них идут мочеточники, мочевыводящие каналы. Что нам еще важно? Так, у женщин получается, а, у мужчин, соответственно, вот там, глубже туда, примерно размером с грецкий орех, представительная железа, она вот такая двудольная, вот, где часть нарисую. У женщин примерно от лобка сантиметров, где-то 10, получается, матка идет, хлопиевые трубы, и где-то вот тут яичники находятся, тоже примерно сантиметров 12 от центра, от линии центра. Яичники находятся прямо на самом деле над седалищными костями, то есть вот их проекция вот отсюда идет вот сюда, на седалищные кости. Поэтому говорится, ну, ты говорил, да, что ягодицы у женщин напрямую связаны с маткой и с женскими органами половыми, да, и в данном случае массаж ягодиц их стимулирует. Так, по органам, наверное, все. И теперь по поводу самого массажа. Как мы работаем? вообще массаж ворота не делается долго, то есть это минут 10, ну, 15, ну, 20, у кого там проблема, там 20, ну, может, там 25 минут максимум, да, на все про все. Массаж разный, то есть если кому-то профилактически сделать, да, то мы просто мягко накладываем руки, расслабляем мускулатуру поверхностную, мышцы пресса, размассируем, бывает, и с маслом это будем делать, то есть непосредственно пошел вот уже процесс, который сотрет наш рисунок. в массаже даже вот, ну, сначала простую схему, да, потом как бы мы к частным каким-то случаем перейдем, делается по часовой стрелке, то есть видите, я уже начинаю поглаживать, потихонечку проникаю все глубже и глубже по часовой стрелке, таким образом мы уже сразу запускаем перестальтику кишечника, имеется в виду толстый кишечник, как вы помните, да, вот так вот нашел, опускался, сегмент на кишках, и вот туда заходил в толстый кишечник. Для этого расслабляем сначала мускулатуру пресса. Примерно вот как раз вот если ладон положить, то вот так вот идет его граница пресса. Основное правило с животом грубо не работают никогда. с животом только мягкое, мягкое наложение и потихонечку медленное проникновение внутрь. Кстати, по поводу внутренних органов, там могут говорить, что вот они чуть-чуть не в том месте находятся или проекции неправильно их, но проекции действительно тяжело понять, потому что сбоку они в другом месте будут находиться, человек ляжет на левый бок, опять они сместятся, от наполненности живота зависит, да, у кого-то там опущение внутренних органов есть, у тех, кто там обжорцем занимается, да, или пьет, у них опускается желудок ниже, увеличенный, ну и так далее. То есть у всех все индивидуально, кроме того, когда мы проникаем внутрь, органы, они оказывается имеют такой некоторый свой собственный разум, и они могут от воздействия внешнего утекать, убегают как бы. Это я потихонечку проникаю внутрь, еще пока ничего конкретного не делаю, и таким образом смотрите, вот я настраиваю перистальтику. Почему слотство кишки начинается, потому что мы готовим дальнейший сброс кораловых масс, фекальной слизи, ну и там все, что у нас переработало на желудочно-кишечный тракт, смотрите, с вибрацией, то есть прием такой рыбка называется, ваша рука должна работать плавно, плавно, как рыбка. Наложили руку и вот пошли по кругу двумя руками запускать этот процесс. Далее смотрите, рисуем два циферблата. Один циферблат идет по под ребрами ограничивается и по подвздошным костям. Вот такой получается диаметр. И маленький циферблат это для тонкого кишечника. Вот как я говорил здесь 12 сантиметров. Вот так вот. То есть мы активизируем тонкий кишечник по часовой стрелке опять идем 12 часов час раз два часа три мягко мягко прожимаем от центра к периферии пять часов шесть семь восемь девять но я конечно быстро все показываю все делается гораздо медленнее спокойнее с чувством с толком с расстановкой 11 12 часов теперь большой циферблат запускаем под меченосный отросток ныряем туда под ребра час два часа три часа четыре под подозвучную кость мягко мягко пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать и уже можем заходить глубже это все еще вот теперь толстый кишечник запускается глубже 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 к нему мы еще вернемся то есть в процессе работы к толстому кишечнику да а теперь пойдем по внутренним органам хорошо расслабляет вибрация в любом случае и в данном в данном процессе мы будем запускать начиная от желудка вибрацию по внутренним органам справа налево все органы идут справа налево то есть вот опять сюда под мячоносный трост ныряем кулачком поглубже и в него визуально представляем свою проекцию и в него запускаем вибрацию то есть у нас тут работает такая схема на что мы обращаем внимание визуально представляем для себя в трехмерной проекции туда и идет воздействие дальше запускаем печень подреберье да вот ныряем и туда запускаем желчный пузырь запускаем 12-перстную кишку запускаем поджелудшую железу она примерно тут находится ну примерно это вот смотрите отмечено что отростка если на три части разделить да то это будет вот одна треть пупка вот ее начало головка да называется вот так устанавливаем плоскостью руку и внутрь она глубоко поэтому так мы сразу не достанем да внутрь запускаем импульс чтобы он до нее дошел то есть у нас прием такой вот мы как бы трещотку такую ставим трещотку да и не отрываясь то есть удара у нас нету мизинец прижат всегда вот мягко туда запускаем к селезенке добраться тяжело ну мы примерно так же представляем конечно лучше человека повернуться в этом случае на бок мы примерно представляем вот туда поглубже и туда запускаем миграцию импульс дойдет да импульс дойдет ну тут правило такое что рано или поздно спазм от вибрации уходит он дойдет ну вибрируем то есть мы тоже недолго примерно по минутке почку кстати находим да вот пять сантиметров отступили либо кулачком либо ладонями пошли поглубже 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 сейчас организм пропустит не торопимся ни в коем случае если у нас мешают ногти да или нам кажется что у нас пальцы слишком острые для данного человека то можно их вот так поставить друг на друга а еще разорвать вот так как бы у нас получается полушечки пальцев образуют полукруг и туда внутрь почки конечно сзади находятся но вот мы их достаем конечно быстро все показываем с этой стороны запускаем почку под подвздошную кость ныряем но если на косточку надавить то будет больно поэтому мы делаем немножко складку из ткани человека до из его кожи и через нее вот туда внутрь теперь с этой стороны и теперь на мощевой пузырь еще раз запускаем теперь перистальтику и можно поподробнее по нисходящей дуге пройтись и простучать сегмовидную кишку избавляясь от каловых масс мы как бы ну стучим либо клювом вот таким да либо там легонько кулаком тоже не сильно не сильно примерно вот ну часов на 4 где-то вот так вот да если от пупка до воздушных костей пополам поделить и войти вот туда глубже там будет из сегмовидной кишки спуск в толстый кишечник вот туда погубже с направлением в ту сторону вправо сходим поглубже и вот туда проталкиваем туда это бывает болезненно особенно у тех у кого больной кишечник или действительно есть каловые массы а у взрослого человека этих каловых масс после 35 лет может накопиться до 6 а то и 8 килограмм ну это я не говорю про толстяков это про обычных людей говорю толстых там еще и больше может быть вегетерального жира там много и дальше обращаем внимание на конкретные внутренние органы значит как мы находим желчный пузырь прежде всего вот нам надо спустить желчь это от пупка проводим прямую ну примерно 11 часов получается да и вот к соску 12-11 часов и прям вот под ребром опускаемся ниже ниже вот насколько он позволит организм потому что как я говорил органы могут чуть-чуть утекать и вот ищем ищем ее ищем вот таким мягким движением так вот немножко по кругу может быть болезненно не больно все время у человека спрашиваем в каком месте конкретно болит потому что чтобы не навредить часто бывает что когда мы только нажмем боль покалывающая раз стукнул и тут же проходит отпускают тут же мгновенно буквально за там 3-5 секунд вот и по ощущениям такое впечатление что как будто бы я коснулся ну там мандарина круглого так вот чуть-чуть вот он такой кругленький плотненький передавливаем его луковицу 12 перстной кишки можно дополнительно добавить также примерно минутка если больно человеку больно ну так то тогда используем второй способ продышать дышим вместе с человеком ловим его дыхание и синхронно вдох выдох медленный вдох животом и выдох проговариваем специально это чтобы человек делал и исполнял и успокаивал свое сознание понимаете просто подсознание оно работает на счет за счет эмоций вперед нашего мозга и поэтому человек реагирует иногда с опаской особенно если он у вас впервые до выдох 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 то у него подсознательно может сопротивляться да поэтому обязательно проговариваем разговариваем и объясняем ему что мы делаем отпускаем достаточно быстро вот также можно проработать участки печени спрашиваем здесь болит не болит здесь болит не болит ну например например вот здесь болит да значит дышим продыши продыхиваем это место проговариваем ему что дышим как будто выдыхаем через эту точку Выдыхаем Мы понимаем эту боль Принимаем для себя За что-то она нам была дана За что-то нужна Но мы ее любим, послаем туда любовь И отпускаем с миром Не отпуская напряжение Боль уже уходит Мы спрашиваем человеку, легче стало Обычно говорят, полминуты хватает В крайнем случае, две минуты Это очень редкий случай Легче, легче, легче Когда совсем легко, то отпускаем достаточно быстро Не живком, а просто Выносим руку Ну, так же прощупываем Здесь места, ищем, где больно Идем по тонкому кишечнику Ищем Ищем, где напряжение, где плотность есть Почти У данного человека почти все А, вот тут есть Больно, да? Вот, опять это место Мягко тянем Вверх Вниз Дело в том, что все внутренние органы Они висят на брюшине На таких фасциях У каждого внутреннего органа Их по нескольку Тяжело их все знать Куда они все направлены Поэтому мы тянем их в одну сторону Потом В другую сторону Для того, чтобы эти фасции Растянуть Расслабить Ну, и так же, в принципе Сейчас, давайте проверим Так, дыши, дыши Как, легче стало Ну, вот, да Мы торопимся немножко, да, чтобы я долго не объяснял Ну, например, у желудка, да Вот у него фасция к печени идет К диафрагме идет А, кстати, диафрагму не показал Диафрагму Вот тут белым показано Видите? На уровне, получается, четвертого ребра Она проходит И сзади уходит туда Вниз То есть, вот, примерно четвертый ребр Считаем Раз Два Три Четыре Вот И вот, как бы, под ней печень Как раз мой рисунок совпал То есть, вот тут она идет И туда, вот, вниз головки опускаются Также мы можем проверить Печень Ой, извините Желудок, да Вот он натянут, соответственно, к печени Натянут к диафрагме Тут поджелудочной железе натянут, да И вот мы его берем И растягиваем Одну фасцию Потом от печени в противоположную сторону К диафрагме И от диафрагмы Ну, вот уже бутнуло там Вот, это если по науке, да А по факту мы не можем знать все вот эти там Досконально Нам, в принципе, не нужно, да Все фасции знать Мы просто их находим, да Кстати, вот Если живот пустой То, в принципе, можно нащупать и почку У меня получалось неоднократно Это тонкий кишечник Это не почка была Вот, ёкнул немножко, да Так, вот еще не дошли И дошли Больно? Нет Вот кольнуло и все И боль сразу пришла Вот Я только нижнюю часть почувствовал Вот Вот почка Терпимо Вот, если так поплотнее Прижмем ее И, естественно, снизу вверх Давление Потому что органы часто бывают опущены Да, у нас тут идет работа снизу вверх Снизу вверх Медленно мы ее поднимаем Мочеводящий канал от почек Также запускаем Вибрации Ну, вы поняли, да Получается, от пупка по 5 сантиметров Примерно Вот так вот они идут Правый, потом левый Вот Весь же вот так не буду проверять Да Это, в принципе, достаточно Тут Дело идет на интуицию То есть вы интуитивно находите Где какая проблема И убираете Ну, как я говорил Да, если в спине грудной отдел Примерно 6-7 позвонок грудной Да Отвечают за желудок То есть Боли отсюда можно убрать Поясни... Женские органы Эти Мочевой пузырь Они вот возле поясницы Да, выбирают Проблему Так, теперь мы По мужской проблеме Массируем Представительную железу Для этого нам надо Обойти мочевой пузырь Над лобком Да Загнуть руку немножко Вот туда Поглубже И в принципе Мы его нащупываем Он тоже Так вот Как будто На пальчик нащупали Вот такого Объема Будет примерно Мягко-мягко Медленно-медленно Доходим И посылаем туда Вибрацию И легкий массаж Опять же Не нельзя делать долго Максимум 2 Ну, 3 минуты Легкий массаж Это вот так вот То есть Вот так вот Мы его Чуть-чуть Вот массируем Женский орган Как я говорил Да, вот тут Яичники находятся Да Так же их вот Поглубже Проходим И мягко-медленно Массируем Подушечку пальца Условно Заканчиваем Спокойными Поглаживающими Движениями И поднимаем Органы Ну, опять же Мы Если бы Мы пошли Действительно Учиться В сцеральном массаже Там Обратились К Огулову К Хазову И там Вот Много Из преподавателей Школ Много Все школы Немножко По-разному Преподают Здесь Вот Самая Такое Основное Простое Доступное На вдохе Вдыхаем И мягко Выдыхаем А я Поддавливаю Все органы Все Вверх Поднимая Их С Приемом Рыбки Вот так вот Утекаю Рыбка Как делается Прилегается Плотно И без Отрыва Без Отрыва Вот такое Плавное Мягкое Движение Надо Потренироваться Не у каждого Получается Сразу Но Потренируйтесь У вас Получится Теперь За ребра Держим Сюда И поглубже Ныряем Разворачиваю Ребра Вдох И выдох Выдыхаем Выдыхаем Полностью 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 Внимание На желудок Поднимаем Его И на Диафрагму Еще раз Куда Обращаем Внимание Туда Идет Воздействие И мягко Растягиваем До Уголка Где идет Поворот Ребер Так Массаж Груди В следующем Видеоролике Запишем А здесь Для финала Просто Энергетически Теперь Стараемся Про Энергетический Массаж Это тоже Отдельная Тема В следующем Видеоролике Расскажу А так Просто Пытаемся Энергетически Успокоить Через Центр Ладони Нашей Проекцию Запускаем Энергетического Луча Успокаиваемся Органа Опять По часовой Стрелке Слегка Раскачивая А грудную клетку Раскачиваем В противофазе Видите Руки ходят Еле-еле Касаюсь Еще Последнее Теперь Послабее 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 Отхожу 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 Мы Успокоились Энергетический Вихрь Закрутили И Сбросили Всю Энергетику С Конечностей Вниз И Все Посбрасывали Ну В принципе Как бы Вот Массаж Весторально Закончен Да Но Еще Хочу Сказ Что Если Антисуслитный Массаж Делается То Он Соответственно Делается Не на Внутренние Органы А На Подкожный Жир Подкожную Плетчатку Это Уже Другая Техника Это Больше Застирающих Техник Это Больше Ну Честно Говорю После Такого Окончания Нельзя Было Делать Да То Что Я Сейчас Делаю Надо Было Наоборот До Все Активные Части До Успокаивающие В конце Это Вот Всякие Вот Мы Делаем Как Такая Выжимка Как Будто Теста Вмесим Туда Сюда И Вот Центр Периферии Центр Периферии Вниз К Лимфоузлам Туда Вниз Да И Масла Если Хватает То Лапа Леопарда У нас Опять Да И Достаточно Жесткие Разминающие Техники Вот Прямо Сильно 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 Долго 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 Берегите Кости По костям Не задеваем Да Стараемся Только На жировой Прослойке Долго 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 До Гиперемии До Прямо Такого Яркого Покраснения Ну Опять Там Всякие Растирания Глубокие И Вниз И Вниз И Вниз Продольные Лапа Леопарда Растирания Такие Да Вводим Все Вниз На Спуск Естественно Массаж Живота Делается Обращаю Ваше Внимание На Валики Достаточно Большом Чтобы Колени Были Как Можно Выше Ну По Крайней Мере Ниже Часть Колена Выше Сердца Точно Должна Быть Да По Эту Границу Смотрим Если У нас Проблема С Подъемом Ноги То Мы Можем Залезть До Пояснично Подвздошных Мышц Они Идут Как Я уже Раньше Говорил Да От Пяти Позвонков Под Ёлочкой До Подвздошной Кости Выстилает Ее Внутри И Цепляется Вот Здесь К Ноге Отвечают За Подъем Ноги Вот Сюда И Отвод Ноги И Сюда Поэтому Тестируются Как По 45 градусов Подняли Ногу По 45 Градцев Лекция Отвели Ногу По 45 Градцев Ротация Держи Ногу Теперь На Если Можно Держаться Еще Я Буду Давить Вниз Ты Сопротивляешься Отлично Работают Вообще На Ура А У Тех У Кого Не Работают Как Правило Будет Болезненно Во-первых И Нога Будет Падать Во-вторых Будут Укороченные Ягодичные Мышцы То Есть Эти Мышцы Перерастянуты Поэтому Мы Их Находим И Стимулируем Стимулируем Каким Обратом Подняли Ногу Как Можно Ближе К Поставили И Теперь Над Косточкой Подвздошной Опять Сделав Валет Заходим Поглубже И Опускаемся Вот Туда Медленно Плавно Смотрите Примерно Вот Подставим Руку Видите Глубина Глубина На длину Пальцев Не Так Глубоко Как Кажется До Позвоночника Может Достать И Даже Есть Такие Умельцы Которые Через Живот Вставляют Поясничные Подвонки Еще раз Демонстрирую То есть Вот Я Поглубже Зашел Если Мещер Внутри Органа Мы Представляем Как Мы Проходим Мимо Яичника Мимо Цегмовидной Кишки Мимо Тонку Кишечника Вот Прошли Прошли Таким Детним Покачиванием Вот Дошли Эти Мышцы Теперь Будем Стимулировать Ногой Человек Лежит Полностью Расслабившись А мы Опускаем Ногу Поднимаем Отводим Ну Как я Стоя Показывал Да Как Нога Работает И Чувствуем Как Они Эти Мышцы Работают Они Там Как Струнки Так Играют Как Натянутые Струнки Чуть Чуть Изменили Угол Вот Туда Сегмовидная Кишка Может Немножко Дать Нормально Угол Вверх Еще Ближе Козвоночнику Вот Чтоб Почку Только Не касаться Так И Отводим Сюда Нормально Да Хладим Мягко Ногу Нормально Не больно Да Если Больно То Так Ж Продышиваем Да Вдох Выдох Да Не Не Сильно Мягко Медельно Медельно Очень Медельно Очень Медельно Боль Прошла Заскиваем Мягко Ногу Ой Руку И Возвращаем Назад Ногу Ну То Есть Вот Получается За время Этого Видеоролика Получили Изучили Несколько Проблем Да И Несколько Разных Как бы Способ Решения Через Брюшину И Немножко Хочу Добавить Это Не Эзотерика Это На самом деле Так У нас Есть Оказывается Третий Мозг Ну Обычно Черепной Мозг Да И Позвоночный Но У нас Есть Брюшной Мозг И Соответственно Он Отвечает У нас За Интуицию И За То Насколько Мы Вписаны В Окружающее Пространство Насколько Мы Реагируем На Окружающее Воздействие Извне От Мира То Наши Внутренние Органы Они Еще Вибрируют Почему Я Запускал Вибрацию По идее Частота Вибрации Должна Совпадать С Частотой Внутреннего Органа Это Уже Очень Большие Тонкости Просто Так На Будущем Скажу Соответственно Эти органы Они Считывают Информацию Извне Она Поступает Естественно Через Нейронную Связь К В мозг И У нас Работает Чуйка Чувствую Пятая Точка Чувствую Интуиция Сработала Откуда Она Приходит От Того Что Весь Мир Это Вибрация Наши Внутренние Органы Вибрируют За счет Длины Волны Частоты Такта Они Считывают Информацию Закодированную Запаковано Отправляют В мозг А мозг Уже Распаковывает И считывает Что Это Такое Ну Например Про Все Огона Не знаю Например Про Мочевой Пузырь Он Отвечает Например За То Как Мы Хотим Или Не Хотим Быть Расположены К Человеку Есть У нас Симпатия Или Эмпатия К Человеку Вот Например Новый Человек Обещали Познакомить Он К Приближается Примерно Метров Двадцать Остается До встречи И Мы Уже Смотрим И Уже Чувствуем О нет Как будто Холодок По позвоночку Пошел Вроде Не то Он Проближается Десять метров Остается Мы Уже Считываем Нет Вроде Он Слишком Прагматичный Высокого Ума Поэтому Он Сразу Не Располагает Но Он Приятен Подходит Между нами Метр Мы Думаем Здоровался Нездоровался С ним Нет Надо Поздороваться Все Так Приятный Человек Уже Здоровая У нас Уже Сложилось Впечатление Мы Понимаем Да С Не параллельно Будем идти Хотя бы Что-то Совместно Сможем Сделать В розетку Пойдем С ним Можем Пойти В розетку То есть Не проверяя Фактически Человека Не проверяя Какими-то Социальными Моментами Наше Подсознание Уже Чувствует Поэтому Говорят Доверяйте Сердцу Доверяйте Подсознанию А все Идет Через Живот Поэтому Стимуляция Брюшины Вот Такую Я Распадает напряжение У кого Раздутый Живот Он Сдувается Во-вторых Увеличивается Наша Интуиция И увеличивается Нейронная Взаимосвязь Трех Наших Мозгов Мозг Весцеральный Позвоночный И Черепной Ну все Дорогие Друзья Мы сейчас Все это будем Отрабатывать На практике А если Вы не с нами То зря Вы это Делаете По Видео Все равно Ничего Не научитесь Хотя Вы поставьте Нам лайки Напишите Позитивные Комментарии С вами был Олег Алавгудвин До Новых Встреч